И сегодня мы поговорим о друзьях России, о таких новоиспеченных друзьях, которые, ну, в общем, мягко говоря, вызывают некоторые вопросы, как у россиян, так и у части нашей аудитории, так и у наших иностранных зрителей тоже. Я знаю, что ты, Андрей, вот эту вот тему вчера, когда мы с тобой обсуждали, ты тоже так с непониманием о том, что где, почему вот именно вот с такими странами начинаем дружить, почему Хамас, почему Хизбалла, почему, да, афганский вот этот вот Талибан, который, кстати, признан террористической организацией, запрещен в том числе и в России, тем не менее мы вот с этими людьми тут дружим. То есть и многие задаются вопросом, тут на днях буквально Артемий Лебедев есть такой, вроде прокремлевский товарищ, но даже он у себя в телеграм-канале начал задавать вот эти вот вопросы, начал писать интересные, на мой взгляд, посты, типа, а что происходит, ну, почему мы вот начали дружить вдруг резко, ну, вот с теми, с кем дружить-то, в общем, никто не хочет. Все это, понятно, да, происходит на фоне ближневосточного конфликта израильско-палестинского, который вызывает массу вопросов, массу непонимания у нормальных здравомыслящих людей, тем не менее, вот, вот, до сих пор ни от кого из представителей нашей власти мы не услышали четкой позиции и четких ответов на все вот эти вот вопросы. Вот, как думаешь, к чему это все в конечном итоге может привести, хорошо это или плохо? Да, на самом деле мы сидим, казалось бы, в Европе, какое нам дело там, с кем дружит Россия? А дело, конечно, есть, но в первую очередь я бы озаботился интересами россиян и их перспективами. Ничего плохого нет в том, что Россия дружит, например, с Егераном или с Пхеньяном Северной Кореи, пусть даже в конце концов и поддерживает Палестину и принимает их делегатов, может быть, с позиции гуманитарного сотрудничества и помощи, это все и правильно, и здорово. Другое дело, что вот такая дружба, которую Москва налаживает самыми одиозными режимами, она происходит не вместе с дружбой с Западом, а вместо дружбы с Западом. И вот это как раз самая тревожная тенденция, поскольку происходит замещение высокотехнологичных отношений, отношениями, которые сводятся только к сотрудничеству, носящему такой отчетливо выраженный милитаристский характер. Вот в чем опасность заключается. Это первая история. А вторая история, конечно, то, что Россия добровольно, по сути, самоизолируется от всего западного мира, выстраивая вот эти отношения с тем же самым упомянутым тобой Талибаном или Хамасом, у которых очень дурная репутация вообще-то во всех странах, не только на Западе, но и в той же самой Южной, например, Америке или даже в Африке, где многие страны расколоты по линии христианства, мусульманства и бесконечно идут гражданские войны по всему континенту, и за этими войнами как раз стоят одиозные, фанатичные мусульманские группировки. И поэтому такая вот смертельная дружба России, например, с Тегераном, она в конечном итоге скажется не просто на репутации Москвы и на еще большей глухой изоляции, но если, например, те же самые иранские студенты вместо теперь студентов из Франции или Америки заполнят российские вузы, они же вместе с собой и притащат нарративы из Ирана, где, по сути, создана религиозная диктатура, где женщины забивают палками за измену, а полицейские могут, ну, случайно или невзначай убить девушку за то, что она хиджаб неправильно надела. Вот, и вот приезжая с этими нарративами студенты иранские, они так или иначе будут представлять риск как раз для тех традиционных ценностей, которыми так гордится Россия, которая пытается продвигать Путин. А получается, что мы теперь добровольно эти ценности начинаем приносить в жертву каким-то геополитическим интересам узких таких групп, заинтересованных в сотрудничестве с Ираном или с той же самой Северной Кореей. Смотрите, какая интересная штука получается. Мне всегда казалось, что дружба, ну, дружба это может быть не то слово, которое здесь применимо, потому что дружба это все-таки отношение между людьми, оно как бы немного другой смысл, я для себя в него вкладываю, да, вот если говорить о каком-то взаимодействии между странами, разными странами, тем более странами с разной культурой, с разным вероисповеданием, то это скорее не дружба, это какое-то взаимовыгодное сотрудничество должно быть, какое-то взаимодействие между странами, которое должно быть на чем-то основано. И вот я не совсем понимаю, на чем основаны взаимодействия вот наши сегодняшние, вот с этими ближневосточными, скажем так, республиками, государствами. Я думаю, многие не понимают взять Палестино-Израильский конфликт, да, но все же прекрасно знают, что треть Израиля, как минимум, это бывшие наши соотечественники, это выходцы из Советского Союза, это выходцы из Российской Федерации. И одно время я даже знаю, что там, в Израиле, у них там два языка государственные, их, значит, язык иврит, да, и арабский. Вот, и там даже всерьез поднимался такой вопрос, что русскоговорящих много, а не сделать ли нам третьим государственным языком, ну или там неофициальным государственным языком, еще и русский. То есть, вот в этом плане хотя бы что-то можно понять, да, какие отношения нас связывают с той же Палестиной, я до сих пор не могу для себя понять. Более того, я не вижу для себя никакой выгоды от сотрудничества, от взаимодействия вот с этой самой Палестиной в будущем, когда мои соотечественники стоят, кричат «Свободу Палестине!» «Давай будем честными, да, а они сами, палестинцы, хотят быть свободными». Вот так вот, если мы немножко углубимся в историю, смотри, палестинцы и израильтяне, в общем, они начинали вместе, когда Британия, уходя с этих земель, сказала, пожалуйста, стройте здесь два государства, вот, исламская и, пожалуйста, государство Израиль, вот, как бы, мы только за, это был 48-й год, 75 лет назад, причем палестинцы там даже немножко раньше, чем евреи оказались, в конце концов, по прошествии 75 лет, государство Израиль, то есть евреи создали действительно современное государство, которое, в общем, с передовой экономикой, с какими-то вещами, которое действительно, оно является одним из ведущих государств в мире, несмотря на то, что оно очень маленькое. Вот израильтяне, да, евреи с арабами вместе, они умудрились построить вот такое государство посреди пустыни всего за 75 лет. В то же время, если говорить о секторе газа, вот за 75 лет они не построили ничего, вот, хотя они хотят быть свободными, как нам заявляют некоторые, вот мне интересно, ребят, 70 лет прошло почти век, что вы там делали, чем вы там занимались, почему вы ничего не создали, у вас прекрасное месторасположение, вот хотя бы идея, которая лежит на поверхности, почистите побережье, да, приведите его в порядок, постройте там отели, да, и сделайте это в сектор газо-туристической зоной, миллионы туристических денег хлынут в вашу экономику. За 75 лет это можно было сделать, с учетом того, что их там всего 2 миллиона человек, ну, они бы там, это был бы рай на земле, это были бы самые счастливые люди, которые купались бы в золоте. Вот просто идея, которая лежит на поверхности. Но прошло 75 лет, и эти люди не создали ничего. Они даже воду, как выясняется сейчас, вот я, например, это не знал, получают из Израиля. То есть у них не хватило мозгов договориться там с какими-то мусульманскими республиками, там, с тем же Египтом, ближайшим сказать, ребят, ну, не хотим мы с израильтянами ничего общего иметь. Давайте мы будем, пробросим трубу от вас, будем получать питьевую воду от вас. Там совместно давайте построим, может быть, какую-то небольшую электростанцию. Электроэнергию они тоже получают из ненавистного Израиля. То есть 75 лет у людей было, они не создали ни хрена. Но мы говорим, вот, вот с ними мы хотим дружить. А зачем нам такие друзья? Прости, я ничего, да, вот не хочу никак обидеть мусульман, я не хочу никак обидеть палестинцев, но вот я вижу, что это люди, которым самим ничего не надо. Вот если по прошествии 75 лет они ничего не создали, значит, ничего не создадут. Нафига нам такие друзья? И вот мы выбираем из двух, да. Одни посреди пустыни за 75 лет построили передовое успешное государство, другие сраильник себе даже не построили. Да, это вопрос очень интересный, тем более как специалист международных отношений могу целую лекцию, по международным отношениям, целую лекцию на эту тему прочитать, но не буду читать лекцию. Обращу внимание твое и наших уважаемых зрителей и слушателей на то, что на самом деле человека воспитывает сопротивление окружающей среде, а государство формируется за счет активного освоения этой окружающей среды. Вот израильтяне поступали именно так, они во враждебном окружении находясь, и природном, и международном, они, тем не менее, осваивали своих соседей, природу и создали это государство. А зачем, какой смысл было сектору газа зарабатывать деньги, если эти деньги к ним потоком льются изо всех источников? И Катар их финансируют, и Евросоюз их финансируют, крупнейший, кстати, донор сектора газа, и Америка их финансирует, всевозможные фонды, ООН бесконечную гуманитарную помощь присылает. То есть, понимаешь, они жили-то, в общем-то, не тужили, его снидули, потому что построили-то, в принципе, видели все теперь эти небоскребы, и элитные районы, и все, что хочешь, причем это все были не заработанные деньги, а деньги, которые им жертвовал весь мир. Да какой смысл им было строить эти отели, создавать, развивать туризм? Причем сейчас слышат, что тут небоскреб, значит, там больницу разбомбили эти израильтяне, а вот ни разу никакую ни фабрику, ни завод не разбомбили. Поэтому вопрос, а есть ли вообще мальчик этот, фабрика или завод, который бы за все это время было построено? Осваивать, когда деньги, чужие деньги потоком гарантированно тебе льются, зачем какие-то электростанции строить и все прочее? Поэтому, конечно, разбаловали их очень сильно. Но вот здесь как раз интересный вопрос. Путину, видимо, пришлось все-таки выбирать, кого же они поддерживают сильнее, Израиль или Хамас? И я бы не сказал, что такая позиция однозначная в поддержке Хамаса. Да, конечно, делегацию приняли, пообещали, видимо, какую-то помощь, поддержку политическую, вряд ли. Но сейчас гуманитарную помощь, наверное, какую-то подбросит. Вряд ли речь шла, конечно, о военной помощи, потому что Израиль об этом мгновенно узнает. А с Израилем у Путина очень даже особые отношения, особенные. Вот за счет того, что о чем ты сказал, там очень много соотечественников и русский язык, там очень распространенная агентура. Я думаю, там полным-полно российское, конечно же, и даже на уровне возможные правительства. И, конечно, Израиль чтит Путин по-особому. Он в секторе газа ни разу не побывал, а в Иерусалиме неоднократно. И молился у стены, плача, наедине общаясь с Богом. То есть трепетное отношение к Израилю. Израиль, как мы тоже можем видеть, он тоже занимал такую достаточно двойственную позицию по отношению войны в Украине. Нет, давай про Путина мы сейчас не будем говорить, потому что это все-таки... Я про Израиль. Внутри политические игры, я так говорю, про обычных, простых, смертных... Вот, я рассказываю, я подвожу, подводку делаю. Благодаря СМИ, благодаря нашей пропаганде, они вдруг занимают сторону той же Палестины, например. И вот я задаю вопрос. Зачем? Объясняю, зачем. Кем тебе выгоднее дружить? Вот тебе, конечно, Матя Смейкин из города Самары. Нахрена тебе эта Палестина? Что ты оттуда можешь получить? Какую пользу? Просто часть денег из твоего фонда уйдет в эту Палестину. Ради этого? Объясняю, почему. Потому что поддерживая Хамас, в данном случае Палестину, мы не говорим про Хамас, а про Палестину, конечно, Путин тем самым заручается поддержкой всего арабского мира. А арабский мир – это нефть. Арабский мир – это газ. И, конечно же, цену на мировых рынках на российскую уже нефть определяет не Москва, не Кремль, а определяет Саудовская Аравия. Ты же понимаешь, что союз с арабским миром, с мусульманским миром, с китайцами – это такой недолговечный, очень непрочный союз. Но мы абсолютно разные, хотя бы поэтому. Мы совершенно разные. У нас совершенно разные культуры. У нас совершенно разные взгляды на жизнь. У нас совершенно разное восприятие окружающей действительности. И когда я слышу вот этих митингующих – это наши друзья. Да никогда мы не станем для этих людей друзьями. Никогда мы не станем для этих людей своими. Да, есть какая-то сиюминутная выгода, возможно, но это в случае, ты назвал там два государства, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, причем Эмираты, насколько я понимаю, как раз тоже тяготеют в другую сторону, в сторону США, в сторону того же Израиля. Вот, но там же есть еще огромное количество каких-то стран, от которых вот, ну, во-первых, ничего полезного для себя мы не получим, во-вторых, друзьями они нашими точно не станут, там, Йемен, да, какой-нибудь, Реван. Ну, это система двойных стандартов, понятно, так уж воспитали еще, знаешь, поколение советских людей, когда думали одно, а говорили совсем другое, а делали еще и третье. Это вот наша, наша все такая парадигма общественного поведения. Ну да, и ты совершенно прав, конечно, вот эта система двойных стандартов продолжает работать, и особенно на уровне элит это проявляется. Вот машины, Дарья, это мы все-таки иномарочки, это сборки-то не китайские, конечно, западные, где-то, наверное, заначка у них, или какой-нибудь канал поставок параллельного импорта все-таки, да, значит, и с Кореем, возможно, все везут из Южной. Так вот, я хочу сказать, что, например, отправляют, теперь предлагают, популяризируют пионерские лагеря на территории Северной Кореи, предлагают туда отправлять российских детей. Так вот, мне хотелось бы посмотреть как раз, губернаторы-то дальневосточные, они своих детей, ну там, внуков отправят в саммиты, в северокорейские лагеря, или все-таки они призывают детей шахтеров и рыбаков туда этих, отправлять своих детишек под знамена Кемерсена Кимчен Ина, воспитываться в духе преданности коммунистической идеи, идеи Чучхе. Конечно, я думаю, что они туда их не отправят, конечно, они будут все-таки отправлять вот рядовых бюджетников туда детей, да, значит, и, ну, отчитываться перед Москвой, что у нас все нормально, дружим с Северной Кореей. Кстати, очень интересная история, ты упомянул о том, что очень разная ментальность и культура. Не просто разная, бывает, что гигантски разная. Например, я с удивлением, когда изучали мы Иран, узнал, например, что в Иране с пяти лет принято обучать детей врать так, чтобы на лжи их не поймали. То есть для них вот это считается достоинством. Обмануть так, чтобы тебя не разоблачили. То есть это удивительно. У нас с пяти лет учат детей правду говорить, а здесь как раз ровно наоборот. И ты говоришь, что слова, да вот не слова. В моем бывшем родном Томске недавно побывал посол Ирана и подписал соглашение с губернатором о том, что именно иранские студенты начнут обучаться в вузах города Томска. А у нас все-таки шесть университетов. То есть вот я почему и заговорил об этой опасности, о том, что вместе там с нефтью и все прочее, мы нефть и газ продаем, а будем покупать теперь нарративы совершенно чуждые для России. Ну а потом еще иранцы приедут, начнут, да, значит, жениться на наших, на моих бывших, на твоих соотечественницах. Ну и представляешь, куда это приведет. Мало того, что у нас там уже миллион китайцев, метисов живет на Дальнем Востоке. Теперь, значит, еще появятся корейцы, корейцы, смешанные браки, потом с иранцами. По сути дела, то, за что так ратуют Путин и все идеологи российские, то есть сохранение традиций. Вот этот российский такой фундаментализм, он будет размываться как раз под влиянием совершенно чуждых России культуры, российской идентичности. Давай еще комментарий, пару комментариев прочитаем, потому что интересный комментарий для меня. Как раз вот из области. Сейчас зашла на израильский канал, убедилась в их лживости, показывают демонстрации в поддержку Палестины. Они говорят, ждем закона о признании Хамас-террористами. И тогда демонстрации запретят. Вот из чего СИЕ следует, да, что, во-первых, ну хорошо, зашла ты на израильский канал, а каким образом ты убедилась вот в этой самой лживости? Я обратил внимание, многие люди с появлением соцсетей, а не просто, ладно, телевизор. Телевизор это уже беда вчерашнего дня, но с появлением соцсетей, в частности, телеграм-канала, сети ВКонтакте. Причем сеть ВКонтакте это просто какая-то фейковая сеть, там фейк на фейке и фейком погоняя. Это равно как и телеграм, где огромное количество фейковых каналов, где огромное количество ноунейм-каналов, но люди, которые, в принципе, они и так-то не привыкли у нас информацию проверять, которую они получают. Но вот она зашла, понимаешь, на израильский канал и каким-то чудом вот убедилась, что там лгут, вот по запаху может быть, может быть там по каким-то строениям букв, или вот каким образом можно, зайдя на какой-то телеграм-канал, убедиться, что там тебе лгут. Ну, иногда можно убедиться. В сетях, например, позавчера-вчера распространилась такая пронзительная фотография. Аль-Арабия распространяла, значит, эту фотографию. Мертвая там женщина и, значит, ее сын, очевидно, лет 5-6 палестинский мальчик в футболочке с флагом Палестины, с глазами полными слез над своей, значит, погибшей матерью, воздел кверху ручку свою, да, с призывом помощи, мольбы или о чем-либо. Не видел ты эту еще фотографию? Ну, везде разлетелось, потому что на самом деле такой-такой пронзительный снимок. Сын, мертвая мать, и он поднимает эту ручку свою. Все бы ничего, только на этой ручке 6 пальцев. Потому что, когда искусственный интеллект, программа именно АЛЛ, генерирует вот такие вот изображения, она очень часто с количеством пальцев ошибается, эта программа. То есть сейчас, конечно же, вот этот искусственный интеллект, он революцию такую совершил, и все эти дипфейки, фейки, которые пошли теперь гулять повсюду, их, правда, на самом деле очень трудно отличить. На самом деле. И, конечно, может быть, люди недалекого ума, они воспринимают вот такие вот картинки, как правду, и переубедить их потом очень трудно. Ведь, да, люди легко впадают в иллюзии, а потом лишаются этих иллюзий. В общем, болезненно. И, к сожалению, вот сейчас информационная война приобретает новые формы. Поэтому, да, она просто видела это, автор комментариев, много-много-много других вот таких вот картинок с мальчиками, с вёртвыми палестинскими детьми. И поэтому достаточно заглянуть, значит, на канал какой-то израильский, увидеть там, что они что-то хотят запретить. А, всё-всё-всё-всё, вы враги, вы лжёте, потому что вы вот беззащитных палестинцев убиваете. У неё уже предубеждения, установки. Поэтому, что бы теперь ни сказал Израиль, что бы ни показал, это всё будет ложь, 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 ложь и ложь. Всё. Спасибо, что были с нами. Это была «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков, и я ватник, напоминаю. По ту сторону экрана, и по ту сторону границы, в том числе, мой коллега, соведущий, русофоб Андрей Кузичкин. Давай, прощайся, закрывай программу. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, потому что всё равно всех победим, и победа будет за нами, за теми, кто умные и свободные. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова